День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема сегодня. Правила записи. В Рязани начали формировать списки будущих первоклассников. Дом в подарок. Птичьи новоселья пернаты отпразднуют возле 47-й школы. Скрытая угроза. Кладоспориумы. Царь аллергии. 1 апреля стартовал прием заявлений от родителей для зачисления детей в первый класс. Главное новшество – запись проходит по новому распорядку. Раньше подача заявлений начиналась не позднее 1 февраля. И родители иногда даже ночевали у порога школы, чтобы успеть получить место. Новый порядок, считает Олеся Котровская, должен исключить подобные ситуации. Прием детей в первый класс российских школ, начинающийся 1 апреля, будет проходить в два этапа. Это закрепляет новый порядок, разработанный Минпросвещение. Он направлен на то, чтобы исключить появление очередей, а также сделать процесс комфортным и прозрачным. Теперь прием детей в первый класс будет проходить в два этапа. Первый этап – с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа. Приказ о зачислении издается в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений и документов, то есть после 30 июня текущего года. Оптимальным способом является подача документов через портал ЕПГУ. Это позволит гражданам создать заявку как из дома, так и с рабочего места, используя компьютер, планшет или телефон. Далее, в соответствии с графиком приема граждан в конкретной школе, родители предоставляют необходимые документы. Отмечу, что независимо от способа подачи документов, как через портал госуслуг, так и непосредственно из образовательного учреждения, все заявления попадут в единую систему. При этом подача электронной заявки значительно сэкономит время. При личном обращении в школу заявитель предъявляет оригиналы и копии документов. Паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка на закрепленной территории в период с 1 апреля по 30 июня. Иные документы, подтверждающие условия льготного зачисления. Информация о количестве мест в первых классах школы на новый учебный год, график приема граждан, образец заявления, перечень документов необходимых для зачисления в школу, контактные телефоны ответственных лиц за прием в первый класс размещены на информационных стендах в школах и на официальных сайтах учреждений в сети интернет. Второй этап стартует 6 июля, до момента заполнения свободных мест. Он закончится не позднее 5 сентября. Этап предназначен для детей, которые не проживают на закрепленной территории. В этот период можно подать заявление в учебное учреждение другого района. Информация о наличии свободных мест будет размещена на информационных стендах и официальных сайтах школ в сети интернет не позднее 5 июля текущего года. При отсутствии свободных мест в школе родители могут обратиться в Управление образования по телефону 25 64 47 для рассмотрения возможности зачисления ребенка в ИНОЭ общеобразовательное учреждение. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Международный день птиц в школе номер 47 раздавали подарки для пернатых. Теперь новые скворечники украсят местную территорию. Школа номер 47 для празднования Международного дня птиц выбрана не случайно. Помимо подшефного класса регионального ГУ МЧС, которым славится учебное заведение, здесь есть и другое, не менее важное направление. Мы сегодня вам представим второе крыло нашей школы птицы. Это экологическую безопасность, это наш экологический корпус, помимо кадетского. Я думаю, что этот праздник, он у нас есть и будет всегда таким вот значимым. Теперь мы поняли, насколько он значим, потому что главное управление МЧС России тоже празднует День птиц. Экологическое направление в школе развивается уже давно. Ребята участвуют в тематических конкурсах, выигрывают памятные призы и подарки. При этом многие совмещают спортивную деятельность в подшефных классах МЧС с экологическим направлением. На мероприятии лучшим кадетам вручили благодарственные письма. Кадетские классы – это не просто группа учеников, это наше безопасное будущее. Будущее за инициативными, креативными и одаренными детьми, которые со временем станут прекрасными специалистами. Ученикам также вручили и скворечники, которые они установят самостоятельно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Возле 47-й школы теперь можно будет чаще слышать пение птиц. А это один из признаков приближения тепла. День стал длиннее и в некоторых местах пернаты уже исполняют свои весенние трели. Что все это значит, знает Анна Герцовская. Некоторые птицы, такие как жаворонки, уже вовсю обустраивают свои гнезда. Другие только спешат в Рязанскую область, чтобы основаться здесь и обзавестись потомством. Самое благоприятное время для гнездования в нашей полосе выпадает на апрель, май, июнь. Но уже задолго до этого можно услышать пение птиц. Так поет синица. Ее трели можно услышать уже в центре Рязани. Я слышу уже голос и синицы большой, и лазоревки. Конечно, стали активно каркать вороны. Вот их карканье уже немножко отличается от тех зимних. И явно они выбирают себе гнездовые территории. То есть, где будут гнездицы летом. В конце февраля, в начале марта гнездиться начали и воробьи. А вот другие птицы, в том числе и перелетные, пока выжидают наступления настоящей весны. Есть самый постоянный, наверное, экологический фактор – фотопериодизм. День начинает увеличиваться, ночь сокращаться. И вот этот фактор воспринимают все – и животные, и даже растения. Поэтому вот в местах зимовок, где-нибудь в Европе, во Франции, в Испании, вот они это воспринимают, этот фактор, и начинают готовиться к перелету. У них изменяется гормональный фон, начинают развиваться половые железы, появляется перелетный инстинкт, и они со временем отправляются в нашу сторону. Птицы, которые ориентируются на увеличение продолжительности дня, отправились в полет уже в марте. И скоро, в апреле, они будут в нашем регионе. А вот у диких уток не сильно развит фотопериодизм. Они ориентируются на погоду, поэтому не всегда улетают на зиму с рязанских водоемов. И пока некоторых ленивых уток мы наблюдаем уже сегодня, горожан ожидают прибытия более мелких птиц, питающихся живыми насекомыми. Таких, например, как красивейшая золотистая щурка. Да уже и сейчас есть чем насладиться. Три лесеницы, даже особенная карканье ворон в сочетании с солнечными днями – «Все это позволяет нам радоваться неминуемо наступающей весне и приближению лета». Анна Герцовская, телекомпания «Город». Весна – не только время обновления. С таянием снега возрастает число аллергических реакций. Иногда кажется по неизвестной причине. Но мало кто задумывался, что эту напасть иногда вызывают споры плесневого грибка, рода кладоспориум. В чем его опасность? Расскажем далее. Неудобства, которые могут сейчас испытывать рязанские аллергики, связаны с высокой концентрацией в воздухе спор плесени кладоспориума. Основное условие выживания этого грибка – повышенная влажность. А главная опасность кладоспориума – его способность распространяться по воздуху. Болюметрическая ловушка лонзони. Это ловушка, которая фиксирует состав атмосферного воздуха в течение всего вегетационного сезона. Конструктивно она представляет собой воздушную помпу, которая накачивает по естественному потоку воздуха. Она накачивает еще и искусственный поток воздуха с определенной скоростью – 10 литров в минуту. Флюгер ориентирует всасывающие отверстия, в общем-то, через которые проходит весь воздушный аэрозоль. Местом обитания плесневого грибка может стать не только улица, но и дом. Его много в почве. При определенных условиях кладоспориум живет на бетонном покрытии в швах пластиковых окон. В последнее время в обиход вошло такое выражение, как «сикбилдинг синдроме». Синдром больного здания. В помещения, где поселяются плесневые грибы, постоянно болеют люди. Для того, чтобы избавиться от них, важно провести необходимые санитарные мероприятия, масштабную обработку специальными средствами. Из всех зарегистрированных спор грибов, 40% спор в атмосферном воздухе приходится на долю кладоспориума. Надо сказать, что эти грибки обладают уникальными особенностями. Во-первых, они сверхустойчивы. Во-вторых, помимо пользы, они приносят колоссальный вред. Вред именно здоровью человека, потому что вызывают микозы и токсикозы. Эти споры, циркулируя в составе воздушных масс, попадают на слизистые оболочки и у чувствительных людей вызывают риниты и конъюнктивиты, тем самым маскируются под поленос. На сегодняшний день в одном кубометре воздуха 377 спор кладоспориума. Поэтому, если вы замечаете у себя симптомы аллергии, возможно, причина в этом плесневом грибке. В любом случае, при слезе течений и рините стоит обратиться к врачу. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Переходные от зимы к весне пейзажи пока окрашены в серые тона, но весенним настроением вполне можно зарядиться на традиционной выставке Союза художников. Работы 79 мастеров живописи можно увидеть на большой экспозиции «Весна-2021». В выставочном зале художественного музея на улице Есенина. Окунулась в мир искусства и Марина Романюк. Традиционно областные выставки делятся на несколько разделов, соответствующих видам искусства. Этой весной живопись и графика составляют основную часть экспозиции. Наряду с работами признанных мастеров Виктора Грушиновицкого, Виктора Агеева, Валерия Потапова, Валентина Чавкина, Дениса Чернова, Владимира Янаки можно увидеть работы молодых мастеров. Понравились очень натюрморты молодой художники Позняковой Арины. Они довольно свежие и, несмотря на то, что художница молодая, она еще учится в институте, она уже показывает довольно-таки хорошие успехи. Выполнены они в стиле Сезана или Бубнова-Балецов. То есть они такие яркие, с геометрическими, ломанными такими формами. Очень интересно. В раздел скульптур вошли работы двух мастеров – почетного члена Российской Академии Художеств, заслуженного художника Российской Федерации Раисы Лысениной и ее бывшего ученика Николая Маныкина. Раиса Алексеевна представила ряд новых произведений, в том числе серию «Неслучайные случайности». Скульптура Николая Маныкина изображает девочку, раскинувшую руки навстречу весне – образ, который можно назвать символом весенней выставки. Также символично выглядят абстракции еще одного молодого автора. Среди новых участников союза художников у нас Марина Климанова. И мы видим ее работу «Абстракцию». Называется она «Море». Интересно, что к нам добавился такой необычный художник, потому что абстракционистов в Рязанском союзе художников практически нет. Раздел народного искусства составили немногие произведения. Вышивки Марины Ибрагимовой, в которых сочетается праздничный красный с торжественным белым, и скопинский гончарный промысел. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова